В рамках правительственной программы возрождения малых сельских библиотек, журнал «Омкоград», при нашем участии была проведена такая программа художественного детского рисунка, конкурс. Мы сегодня показали детям, как дети из других школ и регионов видят, что такое экология, как ее надо помогать ей, как ее надо защищать. И сегодня в подарок детям и библиотеке к министерству мы привезли несколько тиражей книг про хранимиров. Это вымышленные сказочные персонажи, которые наглядным примером могут показать детям, как действительно необходимо помогать природе и кому-то. Девчонки, извините, Алина. Девчонки «Девчонки». Нет, они посмеются. Вам очень-очень сильно повезло, что у вас есть такая потрясающая библиотека, в которой есть люди, которые любят свое дело, любят вас, любят работать. И вместе с журналом «Экограф», в котором я главный редактор, мы открыли здесь выставку детских рисунков. И мы хотим, чтобы вы посмотрели на эти рисунки и, может быть, в следующий раз сами участвовали в конкурсе детских рисунков. У нас есть здесь самый настоящий министр, и мы его попросим, чтобы он помог нам сделать этот конкурс или выставку общообластным. И мы нарисуем наши родные города, наши самые-самые красивые, третие, там, вы выбираете. Вы идете купаться? Да. Поделитесь, кто играл купаться? А кто купался в канале? Никто, да? А где купались? А где купались? На море. На море? На море. А здесь у нас пруда. Да, на Кудаме. На плотине. На плотине, да? На плотине. Как в родной еде. На плотине, да? Где? На плотине у нас. Синьково. Синьково на плотине. Да. Да. Митовский канал. Мы с папой купались. Здорово. Вот сейчас мы очень вырубываемся, как вы посмотрите на эти рисунки. Вообще, на самом деле, эти рисунки, поделки делали такие же, как бы, школьники. Вот. И они участвовали в конкурсе рисунка «Детская рисунка» по делу «Добрая основная экология». Вот. Потому что «Экология» должно быть добрым, правда ведь? И если вы, наверное, напишите там какое-нибудь сочинение или вот что-то на эту тему, мы будем очень признательны. Если, может быть, наверное, выберите самый красивый рисунок, который понравился, напишите почему понравился. Это будет очень здорово. Ну что, тогда мы сейчас будем лезвать в пленку, то взрослые все так делают, как все так строят, лезвать в пленку. Да, и мы приглашаем, во-первых, начальника нашего территориального управления. Нет, обязательно тоже приглашаем нашего большого гостя. У нас сегодня очень большая честь нагреть конкурку. Ольга, я нагрел вас тоже. Конечно. Сейчас нам включит музыку, да, Кристина? А ножницы все здесь, мы все. Можно просто положить. Ну и просим вас перелезать ленточку. Торжественная. Ура! 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 Кирилл, подождите, потому что. Дорогие дети, сегодня вам очень повезло, у нас в гостях присутствует заместитель министра по экологии Воронцов Вадим Валерьевич. И он, я думаю, тоже сегодня очень интересно. На самом деле, наверное, мне повезло. Почему? Потому что у меня такая работа охранять окружающую среду. Я совместительский главный экологический инспектор. Моя послужба состоит из-за того, что у меня не один десяток инспекторов, которые следят за природой, за охотой, за предприятиями. А вот на самом деле, я вот вспоминаю свои школьные годы, как мы учились. У нас не было предмета экологии, у нас было природоведение, но это немножко, наверное, другой предмет. А вот сейчас у вас как? Экология или природопользование есть какие-то связанные с природой предметы? Обружающий мир. Обружающий мир, да. И один из разделов экологии. Один из разделов экологии, да. То есть экология, она очень такая, на самом деле, обширная наука. Она много связей изучает не только природу, но и как человек живет в этой природе. Правильно мой коллега сказал, что любители реки, природы гулять по лесу или в парке. А зимой на лыжах катаетесь? Да. А на физкультуре или сами? На физкультуре. Сами на физкультуре. То есть видите красоту не только летом, когда все расцветает, но и зимой, когда у нас все деревья в шапках стоят, елочки красивые. Это же прекрасно. И очень важно сохранять природу чистой и аккуратной. Я сегодня еще привез книги про Миниру. Это такие наши неофициальные помощники. Вот. В борьбе за чистоту и за экологию. Почитайте, посмотрите. Может быть даже понравится. А если действительно захотите поучаствовать в конкурсе, мы тогда вот с коллегами обсудим, как там сделать, например, областной конкурс, чтобы каждый мог нарисовать тот кусочек природы, который ему нравится. Либо вот дома, либо вот в школу, либо у бабушки. Согласны? Да. Можно немножечко совсем дополнить? Нам тоже хочется чем-то похвастаться. Совсем недавно именно с этим классом, не только с этим классом, у нас проводился экологический урок. Как он назывался? Еще раз. О чем мы говорили? День журавля. Да, был день журавля. Мы говорили о журавлиной родине. Мы делали мастер-класс, журавликов делали. У нас каждую, если мы какой-то акция, покормите птиц прямой, когда им совсем тяжело. Мы мастерим кормушки, мы выходим в школу, поэтому мы не просто тут книги читаем. Правда? И еще очень отравлено, что все дети, практически все дети, которые здесь присутствуют, это наши постоянные читатели. А вы знаете, где управление родины у вас находится на территории Московской области? Ну, как-то, вам рассказывают. Хорошо. Как вы слушали его. Ну, они должны сейчас ползать. Дубна. 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 Рядом. Дубна. Дубна. Правильно. Там они селятся, прилетают там весной, осенью очень большие напуливы именно экологических туристов, которые большие-большие телескопы наблюдают за ними издалека, потому что это очень большая площадь, очень большие поля, и они куда-нибудь прилетают. И это тоже достаточно интересно, но там нужно терпение, там достаточно долго на несколько дней приезжают и орнитологи, и экологи наблюдают, как птицы прилетают. Поэтому, если вы даже уже знаете, где у нас Журавлина Родина, это уже прекрасно. Ну, так, ну да. А может быть, что? 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 Хочется вам пожелать всем самое главное здоровья, чтобы вы любили наш Днитровский край, вы его берегли, и вы знаете все законы экологии. Мы не будем с вами писарить бумажки, мы знаем, для этого есть мусорные у нас баки, и будем разделять мусор, чтобы не закоррязнять окружающую среду. Все книги, видно, что они новые, что все-таки мы тоже заботимся в этой теме, мы стараемся фонд покупать. Да, да, да. Ну, естественно, финансируем у нас администрации, мы покупаем книги, они достаточно интересные у нас у нас сами. И стали летом читать у меня. Да. А мы журналы хотим вам подарить, журналы как раз. Вы же учите английский язык? Так вот, у нас есть журнал, специальный выпуск про птичек, про ароматологию как раз, про журавликов, но на английском языке. И вот как раз вы, изучая английский язык, можете читать материалы из этого журнала и переводить их. Для вас это будет как неклассное чтение по английскому языку. А поделки, это тоже ваши? Да, это тоже в рамках именно конкурса, который проводился Малая Экрана. И мне вот лично понравилось, потому что они используют разные материалы. Вот во второй витрине там даже есть поделка с экологическими материалами выполнена. Так что сейчас тоже очень интересно, да? Вот как-то от природы сейчас, и потом. Ну как, вам что-то понравилось? Да! А вы такое тоже рисуете, нет? Да! Кто рисует, кто-то не рисует. Вот смотрите, ребята, мы хотим от Министерства Экологии подарить вам книжечки про Хранимир. Это такие сказочные выпуски и персонажи, которые помогают защищать природу. У вас, может быть, у кого-то были уже, но это разные выпуски. И разные, может быть, там, следующие, у нас их, ну, разных, несколько выпусков. Вот. Поэтому, после окончания мероприятия, вместе с нашим хорошим журналом, как раз с нашими хорошими друзьями, еще и вот получите книги про Хранимир. Посмотрите, может быть, какие-то у вас уже есть, может быть, следующее какое-то издание. Возьмете, вот, и будете изучать, как наши сказочные персонажи помогают природе справляться со всеми загрязнениями и проблемами. У нас библиотек есть книги, и они пользуются огромным успехом. Да, я точно знаю, что Алина их всегда берет, эти книги. Она очень их любит, вот прям помнит. Вот посмотрите тогда, может быть, каких-то изданий не хватает. Кстати, потом скажете, может, склады отдельные я привезу. Спасибо большое. Там уже несколько лет, потому что в этих самых операций скажут, какие мы скидем, какие недостающие вам привезем. Спасибо. Отбирайте. Ну, мы, наверное, будем, может быть, учениться, да? Да, с такой... Да, 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 да. Спасибо большое. Спасибо большое. На книжный выставку вы тоже видели это издание, да? И с интересом вы смотрели. А теперь у нас у каждого своё издание. И этот день мы заполним. Отбирайте. Отбирайте. Большое вам спасибо. Благодарите. про всё на свете. А ребёнок, если одёрнет мамку или папку за карман, скажет, не надо бумажку бросать. Уже взрослые задумываются. Так что это, это на вас очень большая ответственность воспитывать родителей. Так, спасибо. Так, спасибо. Мы сейчас договорились о том, что в будущем мы будем сотрудничать. И также эту выставку посетит и другие наши библиотеки. А, возможно, мы придумаем много новых экологических проектов. И, конечно же, будем экологию популяризировать, да? Чтобы все дети любили её, знали, как обращаться с природой. И в будущем мы жили в красивом мире. В красивом и чистом мире. Спасибо вам большое. Не за что. Вам спасибо. Спасибо.